Друзья, всем привет! Добро пожаловать ко мне на кухню, с вами Виктория. Сегодня готовим шоколадный медовик со сметанным кремом. Очень вкусный торт на любой праздничный стол. Я его готовила на второй день свадьбы своей дочери. Но также он прекрасно подойдет на любой другой праздник. Новый год, день рождения, ну или просто для домашнего чаепития. Сначала приготовим медовые коржи. Для этого нам понадобятся яйца, какао, сливочное масло, мед. Мед нужно брать хорошего качества. Сахар, мука, щепотка соли и сода. Полное количество всех ингредиентов я вам оставлю в описании под видео. Сначала просеем рассыпчатые ингредиенты. Муку. Мне понадобится 380 грамм. Я просею 300 грамм и остальное оставлю и добавлю при необходимости. И 50 грамм какао. Какао обязательно берите темный, не сладкий. Тоже хорошего качества. От этого будет зависеть вкус ваших коржей. Муку с какао хорошо тщательно перемешаем и отставим. Сотейники смешаем 140 грамм сахара. Желательно брать сотейник с толстым дном. К сахару добавляем 1-2 чайной ложки соли и 150 грамм сливочного масла. Добавляем 140 грамм меда. Это примерно 4-5 столовых ложек. И ставим кастрюлю на маленький огонь. Регулярно помешивая, прогреваем массу до полного растворения сахара, меда и сливочного масла. Затем убираем кастрюлю с огня. Взболтываем 3 яйца. Взболтанные яйца добавляем к прогретому меду, маслу и сахару. Все тщательно перемешиваем и добавляем 1,5 чайной ложки соды. Еще раз перемешиваем и возвращаем кастрюлю на маленький огонь. Продолжаем перемешивать. Доводим смесь до закипания и провариваем буквально пару минут до слегка карамельного цвета. После чего убираем кастрюлю с огня и переливаем смесь в другую емкость, чтобы она слегка остыла. Далее берем наши просеянные ингредиенты, какао и муку. Делаем в них небольшое углубление. И переливаем уже немного остывшую медовую массу в рассыпчатые ингредиенты. И перемешиваем силиконовой лопаткой. Я рекомендую делать это именно в такой очередности. То есть добавляйте жидкие ингредиенты в рассыпчатые, а не наоборот. Так намного легче всегда замешивать тесто. После того, как мы все перемешали, смотрим на консистенцию. Если тесто получается еще немного жидковатое и липковатое, то добавляем еще 50 грамм муки. Обязательно ее просеиваем. Еще раз перемешиваем и смотрим, если консистенция уже у нас получилась достаточно эластичная и уже не очень липнущая к рукам, то присыпаем слегка стол мукой, выкладываем тесто на рабочую поверхность и продолжаем замешивать руками. Тесто должно получиться гладкое, однородное и эластичное и уже не липнущее к рукам. Посмотрите, из теста формирую длинную колбаску и из этой колбаски буду нарезать примерно равное количество частей. Обычно это бывает 8-10 частей. У меня получилось на 10 частей, каждая часть примерно по 96-100 грамм. Для того, чтобы кусочки теста у нас получились одинакового размера и по весу, я рекомендую взвесить каждый кусочек. Из каждого кусочка формирую колобок и выкладываю на тарелку под пищевую пленку, чтобы тесто не заветривалось и не сохло. Затем из картонки делаю шаблон нужного мне диаметра, у меня это 24 сантиметра, и отчерчиваю его на пергаментном листе. Беру один кусочек теста, выкладываю его в середину круга, сначала немного расплющиваю руками и затем раскатываю с помощью скалки. До нужного мне диаметра, немного с лихвой, чтобы осталось на крошку. Полученный корж накалываю вилкой, чтобы при выпечке тесто не поднималось. Коржи нам нужны плоские и убираю в духовку, разогретую до 180 градусов на 6-8 минут. Ориентируйтесь на особенности вашей духовки. Пока один корж у меня запекается, я подготавливаю следующий. Точно так же выкладываю в середину пергаментного листа, немного приплющиваю руками, раскатываю скалкой, накалываю вилкой и убираю в духовку на 6-7 минут. Готовый корж достаем из духовки и сразу еще горячий подравниваем с помощью шаблона и ножа. Остатки теста не выкидываем, они нам понадобятся для того, чтобы сделать крошку. И то же самое проделываю со всем тестом и со всеми коржами. Приготовим сметанно-заварной крем. Для этого нам понадобится сметана, яйца, крахмал, мука, сахар, сливочное масло и экстракт ванили. Вместо экстракта ванили можно использовать лимонный сок. В сотейнике смешиваем 700 грамм сметаны, у меня сметана 30% жирности. Добавляем 2 яйца, 180 грамм сахара, 3 столовые ложки крахмала и 3 столовые ложки муки. Можно использовать что-то одно. Добавляем 2 чайные ложки экстракта ванили. С помощью венчика все тщательно перемешиваем, чтобы не осталось никаких комочков. Отправляем сотейник на маленький огонь. Доводим массу до закипания и провариваем буквально пару минут. Масса должна загустеть и побелеть. Как можно проверить? Вот таким способом с помощью ложки. Если остается незатекающая полоса, значит крем готов. Переливаем его в другую емкость, накрываем пищевой пленкой, чтобы не образовывалась на поверхности корочка и оставляем до полного остывания. Крем полностью остыл, убираю пищевую пленку. С помощью миксера взбиваю 160 грамм сливочного масла. Взбивать нужно до кремового состояния. И затем постепенно по 2-3 столовые ложки добавляю заварной крем в сливочное масло. И взбиваю. Взбиваем до кремового состояния. Сметанно-заварной крем готов. Приступаем к сборке торта. На подложку выкладываем немного крема. Сверху устанавливаем кондитерское кольцо. И выкладываем первый корж. Сверху на корж выкладываем 2-3 столовые ложки сметанно-заварного крема. И все аккуратно разравниваем с помощью обычной ложки по всей поверхности коржа. И выкладываем следующий корж. И также продолжаем до конца. 2-3 столовые ложки сметанно-заварного крема. И следующий корж. Один корж я оставляю всегда на всякий случай, если вдруг один из коржей сломается. И также, если вдруг недостаточно будет крошки. Он мне служит как бы страховкой. Последний корж выбирайте самый ровненький. Последний корж тоже сверху промазываем кремом. И убираем торт в холодильник. Хорошо пропитаться часов на 6, а лучше на ночь. Затем убираем кондитерское кольцо. Немного подравниваем торт оставшимся кремом сверху и по бокам. Особой ровности нам добиваться не нужно, потому что торт мы будем украшать сверху крошкой. Мне очень удобно распределять крошку с помощью силиконовой кисточки. Украсить тортик можно просто обычным листиком мяты. Либо, как я, я украсила статуэткой из молодоженов и сердечком, из которого я сделала экибану со свежими цветами. Все гости были в восторге, молодожены тоже. Наша свадьба прошла на ура и второй день свадьбы тоже. Всем желаю приятного аппетита. Готовьте вкусные тортики. Радуйте ваших близких и родных. Всего вам самого доброго и до новых встреч. С вами была Виктория. Редактор субтитров А.Семкин